Братья и сестры, друзья, послание к Ефесиным, 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Что такое воля Божия? Воля Божия – это то, что Бог желает от нас. Есть еще воля человеческая, то, чего желаем мы. Но также здесь еще и воля бесовская или дьявольская – это то, чего желает дьявол. И сказано здесь так – не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Друзья, волю Божию познавать нужно не для того, чтобы пополнить запас своего багажа умственного, не ради любопытства. А воля Божия нужна для того, чтобы ее исполнить. И ее нужно для этого познавать. Потому что Христос сказал так, что раб, который знал волю Господина своего и не делал по воле его, бит будет много. Поэтому волю Божию нужно знать для того, чтобы ее исполнить. И здесь сказано, что не будьте нерассудительны. В словаре «Стронга» вот это слово «нерассудительный», а первое значение этого слова – неразумный. Еще это, можно сказать, глупый человек. Смотрите, нам Бог дал разум. Человек – это хомо сапи, человек разумный. Бог дал разум. Для чего? Самое главное предназначение нашего разума – волю Божию познавать. Не будьте неразумными. Вы же имеете разум, познавайте волю Божию. И здесь у меня сразу вспоминается знаменитая притча о десяти девах, которые вышли на встречу жениху, и пять из них было мудрых, а пять – неразумных. И вот одно из толкований этой притчи, оно следующее. Кто такие неразумные? Неразумные – это те, которые волю Божию не познавали и не исполняли. Или же те, которые познавали, но не исполняли. И, соответственно, когда они подошли к дверям на брачный пир, то двери оказались перед ними заперты. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. В другом тексте, послание Кримлин, 12 глава, 2 стих, сказано так. Итак, не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия – благая, угодная и совершенная. Первое – благая. Воля Божия в отношении нас – это всегда добро. Бог не мыслит о нас зла. И всегда то, что Бог желает от нас, всегда это нам на добро. Итак, благая, угодная. Угодная – это значит то, что как раз нам и надо. То, что нужно мне, то, что нужно вам. Вот воля Божия о нас, она угодная для нас. То, что нам надо. И, наконец, совершенная. Это означает, что от нее не надо ничего убавлять и ничего прибавлять. Мы часто какие-то свои планы строим и свои цели ставим. И потом мы, когда осуществили, сказали, вот здесь надо было не так сделать, а там не так. Вот здесь нужно что-то было добавить и здесь отнять. Так вот, воля Божия, она не такая. Она совершенная. Бог, потому что сам Бог совершен. И его все намерения, они абсолютно совершенные. Итак, воля Божия. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия – благая, добрая, угодная и совершенная. То есть, Божьи намерения о нас, они всегда во благо. Это то, что нам надо, это самый лучший путь. Мы порой к достижению какой-то цели идем разными путями, думаем так и так и так. А вот есть воля Божия, она самый лучший и прямой путь. Но искушение от дьявола и искушение от нашей плоти, оно примерно такое, что если Бог чего-то от нас требует, или чего-то желает от нас, то Он желает наложить на нас какие-то рамки, какие-то бремена, чтобы нам было трудно. Но это неправда. Это дьявольская ложь. Потому что Христос говорит, бремя мое. Как сказано? Легко. Иго мое. Благо. Вот те ограничения, или та воля Божия, или тот путь, который Бог для нас предназначает, это благо, и это нетрудно, оказывается. И это то, что, и это совершенно, и это то, что нужно для нас. Я бы сравнил волю Божию, как карта, которая дана для путника в незнакомой местности. Ему нужно идти туда, до какой-то цели, и он дороги не знает. Он не ходил этой дорогой никогда. Но у него есть карта. И смотря на эту карту, и ориентируясь по этой карте, он идет точно и правильно, он видит, где какие препятствия, какие опасности, где нужно повернуть, где нужно подняться, где нужно спуститься. И воля Божия для нас, как карта путеводная. Мы находимся в этом мире, про этот мир сказано, мир лежит во зле. Помимо этого, еще в этом мире ходит лев, или же дьявол, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Его цель не просто нас напугать, а цель его, чтобы нас поглотить, чтобы погубить. И он ставит ловушки, искушения на нашем пути. И смотрите, мы знаем, что было вчера. Прошлое мы знаем. Правда, иногда мы в прошлое не совсем все точно знаем, что там было, почему это случилось, и как это, почему это произошло, мы порой не знаем. Но в основном мы прошлое знаем. Мы знаем в какой-то мере настоящее. Сегодня, сейчас мы где? На сей момент. Вы знаете, где вы находитесь? Дом молитвы. Мы слушаем проповедь Слова Божьего. Но что будет с нами через час, в двенадцать, или что будет с нами вечером, или завтра, или через неделю, через месяц, через год, через десять лет, мы не знаем. Кто знает? А Бог знает это. Бог знает. Поэтому мы идем по нашему земному пути. И наш путь, знаете, это славный, и это чудный, и очень значительный путь. Он ведет в царство. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец благоволил вам дать царство. Мы идем, чтобы войти во владение Божьим царством, разделить Божью славу, Божье блаженство. Но этот путь находится во враждебном для нас мире. И как хорошо, когда у нас есть карта, следуя которой, карта, которая действительно безошибочная, верная, она ведет именно к той цели, к которой мы стремимся. И как хорошо, когда мы следуем этой карте. И точно следуя этой карте, мы дойдем до Царства Божьего. То есть, исполняя волю Божью, мы дойдем до Царства Небесного. Мы войдем во владение тем, что Бог для нас приготовил. Давайте несколько примеров. Два примера из Писания, один пример из жизни. Книга 4-я царствия, 6-я глава. Я читать не буду, но своими словами, кто желает, может прочитать. 4-я царствия, 6-я глава. Сириане пришли войной на Израиль. И вот сирийский царь со своими военачальниками, они проводят совещание, они хотят погубить царя Израильского. Они ставят засады на какой-то там дороге, в какой-то местности они ставят засады для того, чтобы царя Израильского погубить. Но все их военные приготовления, все их военные операции оказываются неудачными. Ничего не получается. И царь сирийский встревожился. Что такое? В нашей среде есть предатели? Почему мы составляем наши военные планы, и ничего не происходит? Мы не можем уловить царя Израильского? Но один из слуг его сказал, нет, господин, предателей у нас нету. Все на твоей стороне. Но среди евреев есть Божий человек, пророк, который все, что ты совещаешься в тайной своей комнате, все свои военные планы, он видит, знает и доносит царю Израильскому. И таким образом сказано в Писании, что Божий человек предостерег царя Израильского, ни раз и ни два спас ему жизнь. Смотрите, это все в будущем, да? Сириане приготовляют засаду для израильского царя, и если бы царь Израильский пошел бы этой дорогой, он точно бы попал в эту засаду. Но Бог это видит, Бог видит то, что будет в будущем, и Он открывает своему человеку, Божьему человеку, пророку Елисею, а пророк Елисея открывает царю, изберегает царя. Смотрите, наша жизнь подобна вот этой ситуации. Мы идем в мире, и мы не знаем, что нас ожидает за следующим поворотом. Какое искушение, какое падение для нас приготовил дьявол? Бог это знает. И поэтому, когда мы познаем волю Божию, Бог нас предостигает. Иди вот так, вот так и вот так, и ты останешься целым. И еще один яркий пример, тоже из Версего Завета, это первая книга Царств, 23 глава. Давид убегает от Саула, Саул его преследует, желая его погубить. С Давидом 600 человек единомышленников. И вот они скрываются там, в отдаленных местах, в пустынных местах, на границе Израиля с филистимлянами, неподалеку от городка Кииль. Они живут где-то в полевых условиях, где-то в пустыне или в лесу, и вот приходит Ганес и доносит Давиду, и говорит, филистимляне напали на Кииль, и расхищает урожай. Давид, будучи евреем, понимая, что это его по плоти родные братья, и он возгорается на то, чтобы пойти и защитить жителей Кииля. Но люди, которые с ним 600 человек, они говорят, ну мы же убегаем от своего собственного царя, как же мы пойдем воевать с филистимлянами? Как бы нас не так и много. Давид вопрошает Господа и спрашивает, Господи, идти ли мне на филистимлян, и предаш ли ты их в мою руку? Господь отвечает, иди, предам. Они так и делают. Давид со своими людьми выступает, защищает жителей Кииля, изгоняет филистимлян, все богатство возвращает, имущество возвращает обратно. И вот скажите, для жителей Кииля Давид кто? Друг? Или враг? Конечно, друг. Он спаситель, он защитник, он защитил их, он спас их урожай, он изгнал филистимлян. И вот Давид после этого сражения, он уже начинает жить в Кииле. Почему? Потому что, ну, он благодетель ихний, он защитник. Конечно, лучше жить где-то в селении или же где-то в полях, скрываться в полевых условиях. Это сложно. Где-то в горах, там, в лесах и прочее. И вот Давид живет со своими людьми в Кииле, потому что он их благодетель. Однако нашлись такие люди, которые донесли Саулу, что Давид скрывается в Кииле. И Саул собирает войско для того, чтобы пойти в Кииле и Давида погубить, там захватить его. И в то же время на стороне Давида находятся люди, которые за него, они прибежали в Кииле и сказали, Саул собирается идти сюда, войною на тебя. Давид запереживал и начинает искать волю Божью. Он не полагается на свой собственный разум, он не полагается на людей. Он начинает искать волю Божью. И он спрашивает Господа. Два вопроса задает. Господи, придет ли Саул сюда? Бог говорит, придет. Жители Кииля меня предадут? Предадут. Как же так? С точки зрения человеческой, Давид для них благодетель, защитник. Он хороший человек, он друг их ней. Он спас их от филистимлян, а Бог говорит, придадут. Почему придадут? Это как бы другой вопрос. Лука во сердце человеческое, оно изменчиво, мы это понимаем, да? Но Бог говорит, придадут. И Давид тогда оставляет Кииле, он уходит отсюда. Он узнал волю Божью, что Саул сюда придет, и жители Кииля его предадут. Он оставляет Кииле, уходит. Друзья, вот то будущее, которое могло совершиться, если бы Давид остался в Кииле, Саул бы пришел, и его бы предали. Этого не случилось. Почему не случилось? Потому что Давид узнал волю Божию. То, что в будущем должно случиться, через неделю, через две, там, когда они придут, это войско придет сюда, оно могло бы случиться. И история Давида могла бы пойти по другому пути. Может быть, он не стал бы царем, и мы бы не имели в Библии книги Псалмов. Но Саул не пришел, и жители Кииля не предали. Не потому, что Саул не способен был прийти, и не потому, что жители Кииля переменили бы свое, так сказать, внутреннее настроение. Нет, потому что Давид узнал волю Божию, поступил благоразумно, он ушел оттуда. Смотрите, то, чего не знаем мы, что случится с нами в будущем, знает Бог. И когда Давид ищет воли Божьей, Господи, а что будет через какое-то время, через неделю, через две, через месяц, когда придет Саул, а будет то, то, другое, третье. И так бы случилось, друзья мои, так бы случилось. Но этого не случилось, потому что Давид узнал волю Божию, которая благая, угодная, совершенная. То, что не знает человек, знает Бог. И так в нашей жизни, то, чего не знаем мы, что с нами случится через какое-то время, знает Бог. И нам правильно будет узнавать волю Божию. Как нам поступить в том или ином случае? Итак, воля Божия благая, угодная и совершенная. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И еще один пример из земной жизни. Один молодой человек сделал предложение одной христианке выйти за него замуж. Но она, будучи человеком серьезным, понимала, что такое христианская семья. Это, как правило, многодетная семья, а значит много труда в ней, много трудностей, переживаний и всякого рода скорбей. И поэтому рядом, конечно, должен находиться человек надежный, верный человек. Как мы в песне поем про сердце. Не изменит оно, не солжет, все оценит в тебе, все поймет. А случится ли в жизни беда, не оставит тебя никогда. Итак, эта христианка получила предложение, она начинает молиться, поститься, переживать об этом. Там проходит время, но как-то воля Божия не открывается для нее, как поступить. Тогда она вопрошает Господа с конкретным предложением. Господи, дай два знака или два знамения. Пусть этот молодой человек в это воскресенье придет на молодежное молитвенное собрание. В начале собрания, к девяти часам. А этот человек, он, как правило, на молодежное не ходил, на молитвенное, по той причине, что у них была в семье машина. И он возил семью свою на машине к собранию. То есть в десяти часам. Но она попросила этого знака, этого знамения. И вот случилось, что и было, как написано в Писании. Как в Писании часто говорится, и было. И было, что у этого человека машина сломалась. Он в субботу ее ремонтировал, но не смог сделать. И потом решил, а что тогда? И раз я не успеваю сделать машину, я завтра поеду на автобусе, на собрание. Я свободен от всех обязательств, никого мне везти не надо. Я поеду на молодежное молитвенное, в девяти часам. И так молодежь собралась в девяти часах, открывается дверь и заходит он. Что творилось в сердце этой сестры молодой? Ну, наверное, сердце ёкнуло. Ага, первое знамение или первый знак он совершился, он исполнился. И второй знак или знамение, которое она попросила, она сказала, Господи, пусть он придет на молитвенное собрание молодежное, и пусть он последний помолится, и я буду знать, что это воля твоя. Руководитель молодежи взял Библию, прочитал текст, сказал короткое слово, пригласил всех к молитве, и, обратившись к этому человеку молодому, сказал, а ты, брат, помолишься последним. Но, как правило, тот, кто читает Писание, говорит слово, тот и заканчивает молитву. А на сей раз он почему-то решил так, что ты помолишься последним. Итак, два знамения или два знака, которых просила эта сестра, они исполнились. Аминь или Аллилуйя? Ну, той, другой, наверное, да? Они поженились, она вышла за него замуж. И сейчас это многодетная семья, и, насколько я знаю, живут они хорошо. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Друзья мои, ну, понятно, что в основном воля Божия, она, действительно, это благословение для нас, что воля Божия для нас, она открыта в Священном Писании. То есть, воля Божия – это вот, это карта, это инструкция для нашей жизни. Следуя этой карте путеводной, мы пройдем по нашей земной жизни и достигнем Царства Божьего. В основном, воля Божия для нас открыта. Конечно, бывают такие моменты, как я уже последним примером поделился, что конкретно, где жить, где работать, на ком жениться или за кого выйти замуж – это конкретная воля Божия. Но я хочу сказать так, что Бог не должен, Бог и Его воля не должны быть для нас скорой помощью. Кто в прошлом году ни разу не вызывал скорую помощь, поднимите, для себя, поднимите руку. Кто ни разу не вызывал скорую помощь? Так, хорошо, кто один раз вызывал скорую помощь для себя? Кто два раза? Кто три раза? Ну, в основном, так немного. Смотрите, как мы нуждались в прошлом году в скорой помощи. Сколько раз? Кто-то ни разу, кто-то один, кто-то два раза, кто-то, может быть, чуть больше. И хотя Бог, Он действительно скорая помощь, потому что 45-й Псалом, Бог нам прибежище и скорый помощник в бедах. Беда случится, Бог придет на помощь. Но Он не желает быть нашей скорой помощью, в которой я в прошлом году ни разу не нуждался. И если это так в нашей жизни, что мы в Боге ни разу не нуждаемся, в познании Его воли святой, а когда случается, какая-то беда случилась, надо жениться или надо выходить замуж, вот тогда, Господи, приди на помощь, открой мне, что мне делать и как быть. Вот так не должно быть. Но Бог кем должен быть для нас? Чем должен быть для нас? Христос сказал, я хлеб жизни. Сколько раз мы питаемся хлебом? Пшеничным или ржаным? Как минимум три раза. Мы садимся кушать, завтракать, обедать и ужинать. Я вот сажусь, мне всегда надо хлеб, я без хлеба как-то не могу. И так, по крайней мере, я три раза в день, я кушаю хлеб. Христос сказал, что я есть им хлеб жизни. И Он желает, чтобы Он был для нас, Его воля была для нас ежедневным, насущным хлебом. А нет, не скорой помощью, в которой я в прошлом году ни разу не нуждался. И так, я в Боге не нуждаюсь ни разу, не стараюсь познавать Его волю и не стараюсь жить по Его воле. А вдруг со мной что-то случилось, какое-то приключение, мне нужно срочно узнать волю Божию. Господи, приди на помощь. Бог не придет. А если придет, мы не увидим, как Он пришел и что там дал, какой ответ на нашу нужду. Почему? По той причине, что Он не стал нашим ежедневным, насущным хлебом. Христос, когда после беседы с Самарянкой ученики пришли и принесли пищу, они сказали, Господи, ешь. А Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Моя пища есть творить волю, пославшую Меня Отца, и исполнить Его дело. Смотрите, воля Божия для Христа была ежедневной, насущной пищей. Как мы нуждаемся хлебе, так Христос нуждался в том, чтобы волю Божию исполнять ежедневно. Итак, Бог желает того же самого от нас, чтобы мы ежедневно познавали волю Божию и старались ее исполнить в своей жизни. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И я уже выше сказал, что действительно для нас это благо, что воля Божия, она от нас не сокрыта. Писание есть воля Божия. Что я должен делать, как я должен поступать в той или иной ситуации в нашей жизни? Писание – открытая воля Божия для нас. И сказано, не будьте нерассудительны, не будьте глупыми, не будьте неразумными девами, которые волю Божию не познавали и не исполняли в своей жизни, и не вошли на брачный пир. Не будьте таковыми, но познавайте, что есть воля Божия. В первом послании Тимофею сказано так. «Вникая в себя и в учение, и занимайся так постоянно, ибо так поступай из себя, спасешь и слушаешь тебя». Смотрите, занимайся этим постоянно, вникай в Писание, чтобы узнать волю Божию, чтобы её исполнить в своей жизни. Ну, короткий пример. Если кто-то нас обижает, какова воля Божия для меня? Если меня кто-то обижает, какова воля Божия? Что я должен сделать? Простить. Об этом написано в Писании. Ну, и тому человеку тоже воля Божия есть, который меня обижает, он не должен меня обижать. Смотрите, на всё есть воля Божия, и нам нужно только не быть нерассудительными, но познавать, что есть воля Божия. Здесь сказано так. «Вникай в себя». «Вникай» – это означает смотреть, держать в поле зрения, пристально следить. Вот какова должна быть для нас воля Божия. В поле зрения нашего зрения, в поле зрения нашего ума, нашей души. Мы должны знать волю Божию, вникать в неё, тщательно вникать, для того, чтобы исполнить свою жизнь. И это есть не что иное, как путеводная карта в нашей жизни. Делая так, мы войдём в Царство Божие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были мудрыми, чтобы мы вникали в Слово Божие, узнавали волю Божью и непременно её исполняли. И это же нужно для нас, для нашего блага, для нашего спасения. Пусть Бог нас благословит. Ему слава за всё. Аминь.